Черешина культура теплолюбивая Качество подвоя до черешни можно использовать клоновый подвой, распространенный в данной зоне Для средней полосы это, например, LC52 Знаете, откуда я фотографию взял? Набрал LC, черешня Кстати, в Крыме делают Вот этот подвой, это, кстати, гибридный подвой Его делают как товар На него якобы надо приводить черешню Заклонными подвоями, не в данном случае, а в целом, закрепилось понятие карликовой Это значит 100% черешня А черешня это махнейшее трехэтажное дерево Я знаю, потому что я на них сидел на высоте 5-8 метров И жрал черешню на Украине, будучи ребенком Хоть тут и написано, что годится, чтобы не было обгона А вот обгон-то как раз тут и будет, понимаете? Вот они, карлики Ну, несерьезно это А это просто, знаете, почему я привел? Во-первых, тема вишни-черешня Не вишни-черешня, а вишня как подвой Так? И вот получается Ну, какого черта вот это все делать, когда вишневых косточек у меня на все институты России хватит? Косточек, у меня их тысячи бесчетные Не нужны нам эти подвои Я же что сделал? Я же залез и... И вот для меня, я вот это хочу подчеркивать, чтобы потом меньше таких случаев было Пожалуйста, пишите, если этот подвой родился в Крыму Пишите, докуда его можно распространить А вот это вот те, кто слушает вот таких вот агрономов Видите? А журналы все равно, что печатать Им по барабану Вот, пожалуйста Вот если вот это вишня-черешня Так? А вот это вот черешня То есть это Ну, по крайней мере, эту фотографию Мне прислал Курдюмов В качестве Ну, экспонат А это в моем саду сделано Вот так вот А потом родилось Привайте у самой земли раз И чтобы вишни тоже были могучи и огромные Я вам их показывал И тогда будете иметь черешню А не вот тот дурацкий подвой А там написано Используйся для того, чтобы это Не обгонял привой Это ж карлики Только насеется вишневой Все Вот, это так, яркий пример Больше на меньше Вот это вот черешня в моем саду Она привита на вишню Ну, найдите следы А эта черешня непростая Вот с этого дерева мы стояли И собирали черешню И он собирал, я собирал Вот с этого Настоящую черешню Ну Вот он, холм Видите, как прекрасно чувствует корневая шейка И не думает сгнивать Вот Вот здесь где-то прививка сделана Шея даже не видно И настоящее дерево Настоящий фильм Документальное свидетельство А тут что Это было целое ведро Ну, отмыли Чуть медь встала Вот это вот и есть То, что я называю Золотой запас России Вы видели хоть где-нибудь Следы То, от чего я считаю Что они От камикоза погибли А вы увидели хотя бы Хоть следы грибов Хоть малейшие Или это в другом фильме Это уже идет Вегетативная гибридизация Увеличилась морозостойкость А вишни моих Эти Жуковский цвет поменяли Видите? Ладно, уже покажу Они у меня цвет поменяли У меня только Один год вот таким были Пока был небольшой рожай Потом бах А я-то радовался Наконец-то у меня Вишня настоящая Украинская Черная Моя рука Своими руками В детском саде Я это Нарезал Привез Они укрупнили В детском саде Как раз и были мелкие Какие они стали красавцы Черноту потеряли До сих пор жалею Как хорошо они были Вот А вот это Чуть ли не анекдот Значит Я прививал Самое мощное дерево Вот это вот Это самое лучшее у меня дерево Жуковки Оно еще тут молодое Оно сейчас еще огромнее Вот Я привил Эти черешневые прививки Черешневые прививки Погибли Потом На ровном месте Выросла черешневая ветка С огромными листьями Потом она На другой год Опять Я не успел взять черенки Да и не пытался Она стала вишневой Потом я про это забыл Потом приезжает Чернобаев Я ему отрезаю Это самое Пару веток Прямо Вишневых Черешневых не было Вот Он прививает Получает Три саденца Смотрите Ну есть же среди вас Хохолы Извините за выражение Видите Ну что Черешня то ли вишня А Конечно черешня А откуда она Ветка то была Вишневая И вот эти гены Вылезли А дальше Мы оба губу Раскатываем Она же никогда не замерзнет Все таки Ветка то была С вишней А черешня у нас С роду не жили А Это Самое Там где Буднер Живет Там аномальное тепло То это нам не пример И мы наконец Чернобаев Ветка моя Три черенка Три саденца В нем выросло Мы с черешней Как дети радовались Два Оставляет он себе На другой год Она стала вишней И до сих пор вишня Но какая А вы же видели В фильме Да А вы знаете Что половина Черешней Этих Вишневых косточек Жуковки то Это жуковское дерево Кстати Жуковки Они же какие Они же Это самое От чернобаева И у него Получилась роскошная Вишня Но не черешня А этот саженец Третий Последний Он мне привез Трехведерный бодье Как доволок Не знаю Потом я Один остался Я долго матерился Пока я Дотащил Трехведерный Высадил Так Мечта Мечта А получилось Вишневое дерево То есть Эти листья Не повторились Первый год Смотрите сюда Вот Видите Это еще Вишня На основном дереве Но тут Пошел побег Один подозрительный Видите С цветом Поменялся Смотрите сюда Теперь Я уже Жду Еще год Это как детективы Неужели не интересно Вот так ходить По саду Смотрите дальше Однажды Я когда Вот здесь Отрезал Мне надо было ветка На следующий год Это Вишня Вот смотрите Побег Видите Вишня 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 Вишневая Видите А вот этот побег Как Выделился Капитально То есть Он изменил цвет Там Коры Это Листья увеличились Два раза Вот смотрите Вот листья Вот листья Я вижу Что это Почти черешня И я дождался урожая Вот он Так А мне нужно было Что Мне нужны были свидетели Пусть они может Уже забыли об этом Пусть забыли Это два ученых Дускобилов С другом Вот Абаканский Пусть забыли Но я говорю Смотрите Стоило мне сделать обрезку Эти не изменились А стоило на этом Сделать обрезку Вот И вот это вот Это фотографии Дел Не я Это они делали Мне потом прислали То есть я нашел Я называю Вегетативный Черешня Урожай Есть Сильно Сильно Кисло Вот Я умудрился И вишню Жуковскую Улучшить Вот она Видите Вот И вишню Жуковскую И даже Вот эту Которую Общение Съедобное Улучшил Смотрите Именно это ведро Было Сфотографировано Когда ребята С машины В этом году Собирали Вот тут Вот с лицевой Стороны Я вам показывал С внутренней Стороны Это где Уже листьев Не было Вишни А они Там Двумя месяцами Раньше С наружной Стороны Ну что А А Ну вот Что значит Быть волшебником А там Это Руками Развели В Европе Давай Переведить Деревья Наши Живую Кровь то И как Назвать то Ее Живую Кровь то Верните Обратно Ну я уже Не выдержал Как художник Вот видите Это тоже Моя попытка Перенести Вишню Ну скажите Что это Вишня На этом этапе Еще черешня Вот А потом Становится Вишня Когда дозреет Ну все равно Интересно Попытка Не пытка Ну скажите Здорово Вот И это тоже Еще одна попытка Вот А вот это Вот дикая Вот эту Я не издевался Над ней Она выросла Сама Самосева Не самосева А корневая Туда Тоже Где вот Я показывал Где ученые Все это буквально Душа От нее Вот Это просто Дикая Росла себе Не мешала Вот А это Как бы Контрольная Контрольная Это значит Что Не испорченная Мной Вот Помните Как я Полушетя Обвинял Чернобаева Испортил Эту самую Я ему Значит Венгерку Роскошную Это Ветки Прекрасно Было Пока не Привил На априкос Получил Слаще И крупнее И его тоже Скоро Испортил Вот смотрите Видите Эти листья А теперь скажите Это вишневые листья А Официально Это вишня Вот так Начали Похвататься Если есть Чем Так Ну в общем Смотрите Друзья Вишневую Тему Надо еще Продолжить Как Итак Морозова Не боится Если Проедена Определенная Работа То есть Мои косточки До Сибири До средней Полосы России До севера России Вот Вплоть до Мурманска До Архангельска Я уже не говорю Про Питер Вот Значит Свердловская область Там Челябинская Само собой Вот Годится Ну вот это Транссиб Весь Практически Круг Правда Где-то Якутию Пересекает Вот А потом снова Дальний Восток Вот Так что Амурская Еврейская Амурский край Приморье Все это Годится Почему Потому что Многие места У нас Стали Сырыми Вот Нигде Я специально Не выбирал Фотографии Просто-напросто Еще один Это Не считая Привег Я деревья Не калечил Шансов Нет Кроме Как Вернуть Из Сибири А что Свою Сто лет Назад Туда Уехала Кто Сказал Что Оно Там Растение Будет Куда Неденец Раз Вот Значит Обрезку Не любят Как все Косточки Раны Не замерзают Вообще И вот Эти сказки Что Если правильно Сделать Срез На кольцо Само собой А еще И сделать его Правильно На кольцо Что Оно Это Затянет Никогда Косточковое Бесполезно Растет Дерево Растет Рана У абрикосов Растет Дерево Растет Рана У слева Растет Дерево Растет Рана У вишни Запомнили Друзья Вы знаете Почему у меня Такие урожаи Потому что Их много Вот и все Теперь Черешня Я Сильно Мало Ей занимался Считанные Деревья Вот По литературе Черешня Это Почему Вишня Лучше Опыляет Чем Сама Черешня Себя Опыляет Возможно Кто-то Прав Вот Но у меня Один принцип Как можно Больше Вишневых Деревьев И как Можно Больше Прививок В них Черешин Или просто Вишневый Черешневый Сад Вот уж Тут Они Друг Друг Не И И При Достаточном Количестве Дерев Урожай Обеспечен Вот Так То есть Тут Только Количеством Брать И не Опылит Вишню Эту А значит Жуковская Не опылит Любскую Садите Все И побольше Только Так Можно Добиться Урожая Никакой Науки Она Всегда Жила Там Где Другим Трудно Было Жить Она Жила Но У нее Еще Есть Одна Проблема Свежая Кровь Свежая Кровь Это Кажется Что Если От Одного Сада До Другого 50 Метров Или Даже 500 Метров Что Это Не Близкие Родственники Да Они Давно Уже Это Самое В Один Вит Собрались В Большинстве Дачных Судов Вот